В конце фильма «Брат 2» мы домой летим, мальчик. Мы домой летим? Да, очень хорошая фраза. Крутая, хорошо, что вы вспомнили. 11 февраля эфир на радио «Лема» посетила Лариса Белоброва, актриса Приморского драматического театра имени Максима Горького. У меня прекрасные со всеми в театре отношения. Я, честно говоря, у нас даже такой театр, что никто никогда даже никому ничего не насыпал с битого стекла никуда. Ужасно, скука какая, помереть можно, как у Чехова. Возвращение домой всегда волнительно. Разговоры о друзьях, любимом театре, а также родном городе. Я просто хочу сказать, что, ладно, дороги чистые, но это никому не в обиду. Может быть, были очень такие страшные вещи творились в виде ледяных дождей, этих всех буранов, да, эти бедные деревья, действительно, и не понять, что. И это не происходит каждую неделю, это понятно. И про машины мы думаем, а про людей нет. Поэтому здесь, как бы мне кажется, обоюдоостров должна быть любовь. Мы возвращаемся к любви, чтобы город чувствовал, что его любят люди, а люди чувствовали, что их любит город. Но повод грустный. Прощание с другом, известным общественным деятелем Фрэнсисом Ландиваром. Он является основателем английского лагеря, а также общества «Рука помощи». Фрэнсис Ландивар проработал с детьми почти 20 лет. Я, простите, я сразу задала вопрос, а фонд останется, лагеря останется, и ребята, Марина сказала, что обязательно и фонд останется, которому уже 24 года, и English Camp, которым тоже 24 года, они были созданы в один год. Все это останется, я считаю. Он оказывает большую поддержку. Большую поддержку, программы, мотивационные. Он лекторы, лекции, семинары были мотивационные, лидерские качества. То есть он вытаскивал самое лучшее. Он давал пробиться среди какого-то такого наносного или чуть-чуть, что-то как-то не очень. А оно в душе, как говорит один батюшка, душа ребенка – это бриллиант. Так вот Фрэнсис относился с душой ребенка, как с бриллиантом. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.